В посёлке Понтонный одно экологическое бедствие сменилось другим. Сперва местное население задыхалось от зловонных стоков, теперь люди оказались среди гор строительного мусора. Живописное место в посёлке, очень популярное летом, буквально за один весенний месяц превратилось в полигон опасных отходов. Мусор пока ещё не пахнет, но уже отравляет жизнь обитателям Понтонного. В их положение попыталась войти наша Анастасия Глебова. Почти месяц мусор сюда везли караванами. Осколки кирпича, автомобильные покрышки, боя асфальта и бетона. Берег стал выше прежнего почти на 5 метров, а водоём, который местные называют котлованом, стал в два раза меньше. Грунт, на котором мы сейчас находимся, неизвестного класса опасности, привезённость неизвестных строек, что это за отходы, мы на следующий момент нужно устанавливать это. Плюс, как я уже говорил, четвёртый класс опасности здесь в том числе находится, это незаконно. Для кого экологическая катастрофа, для кого возможность сэкономить и даже заработать. Санитары свалки появились здесь почти одновременно с первым самосвалом. Конечно, ищут медь, за неё дают больше, но и алюминиевые проволоки рады. Сосройки привозят, выкидывают, ёлки-палки. Ну, тут ползают, собирают. И чёрный металл собирают, и цветной металл собирают. Чего хочешь. Не отходя от кассы, здесь же открылся пункт приёма цветного металла. Приёмщик, похоже, тут и работает, и живёт. Признаётся, раньше вид был лучше. А давно свалка появилась? Ну, где-то месяц. Месяц. А не помните, когда после раз сюда машина приезжала, привозила сюда мусор? Не знаю, но два дня не привозили, потому что здесь гаишники были. А, сотрудники полиции? Да, да. Полицейский патруль сделал то, чего не смогла бетонная плита, которую видно на кадрах этой любительской съёмки. Плиту положили чиновники, но это не остановило самосвалы. Преграду убрали сразу, да ещё и пригнали экскаватор, без номеров и опознавательных знаков, который выровнял мусор и освободил место для новой партии отходов. ГАТИ настроено очень решительно по данному адресу. Полиция наша точно так же, но и мы в покое их не оставим. Поэтому постараемся, может быть, найдём нарушителя, привлечём его по суду к какой-то ответственности, ну и идеально было бы заставить за собой его убрать. Пока виновник экологической катастрофы подсчитывает прибыль, экологи суммируют ущерб для природы. От полутора до двух гектаров теперь уже мёртвой почвы, навсегда утраченный водоём. У местных жителей своя арифметика. Сюда теперь не придут ни люди с детьми, ни молодёжь, сюда не придёт никто. Потому что то, что здесь сотворено, оно сотворено явно против людей, оно сделано даже очевидно, что незаконно. Самосвалы сюда ещё могут вернуться. Несерьёзный штраф в 5000 рублей за незаконный сброс мусора пока ещё никого не останавливал. Анастасия Глебова, Александр Дегтярёв, Софья Лошевская, Евгений Гаврилов. Последние известия. Колпинский район. Посёлок Понтонный.